Детские каналы закроют. Детские каналы не будут монетизироваться. Детские каналы и вот это вот весь хайп идет большой-большой волной. Это очень похоже на желтую прессу. Все подняли на флаг, там вот как, помните, был закон 13, там или там поправка или правило 13, да, и все, и все, YouTube закроют. Теперь уже те же самые люди поднимают на флаг, уже детские каналы закроют. Я про это говорил десятки раз. И лучше всего не слышать этих вот хайпажоров, а просто пойти в справку YouTube. Если вам лень читать, то просто хочу до вас донести одну мысль. Вы можете зайти в справку YouTube, убедиться или зайти на официальный блог YouTube, где сама Сьюзан, которая гендиректор, руководитель YouTube и в своем официальном блоге YouTube говорит о том, что будет. Если вам кратно или лень читать, да, много букв, как вы говорите, то я вас уверяю, ничего не будет. Будет только для, хорошо для хороших семейных каналов и для наших с вами детей, то есть для нашего будущего. А если вы хотите более подробно узнать, давайте вместе сейчас прочтем эти самые правила и я свои дам пометки, по комментарии по этому, по этому предстоящим изменениям, которые касаются контента для детей на сайте YouTube. Смотрите, очень важно, вот очень важно, всегда читайте в том, в чем вы сомневаетесь, в официальных источниках. Приучайте свой мозг изначально читать правила. Если вы купили микроволновую печь, купите, прочтите сразу инструкцию. Если вы пришли в YouTube, начните с правила, да, придите к нам в бесплатную школу видеоблогеров, где мы рассказываем, вам разжевываем эти правила и кладем в ваш чудесный рот. Поэтому читаем. «Предстоящие изменения, касающиеся контента для детей». Смотрим дату. Пятого сентября девятнадцатого года. Кто написал, очень важно, да, менеджер сообщества, но она ссылается. Сегодня мы объявили о важных изменениях, которые касаются контента для детей на сайте YouTube и начнут действовать в ближайшие месяцы, в четыре месяца, то есть через четыре месяца начнут действовать. Они через уже три, да, потому что получается, скорее всего, к Новому году, к январю двадцатому, там вот туда пойдет, да, вот. Подробная информация, то есть они позволяют нам еще лучше защищать юных пользователей нашего сервиса. Это к вопросу тому, что никто не будет закрывать детские каналы, никто не будет, грубо говоря, ущемлять в правах, а что будет, мы посмотрим. Подробная информация о нововведениях представлена в нашем блоге. Вот блог, да, опять же, YouTube, Google блог, и мы видим, опять же, да, четвертого сентября девятнадцатого года, кто написал. Мы видим Сьюзан Войчицки, то есть это та, кто отвечает непосредственно за сам сервис YouTube в глобальном масштабе. Вернемся к нашим правилам. И также, кроме того, ниже мы собрали для вас ответы на часто задаваемые вопросы по теме. Это лучший источник, где вы можете брать официальные ответы и на них потом ссылаться. А не ссылаться на Васю, там, Пупкина, Сергея, там, Иванова, который, там, сказал что-то, там, туда-сюда, что вот он своим авторитетным мнением заявил о том, что детские каналы закроют. Закрывайте лавочку, да, они, там, приходят к вам. А что же нам делать, спрашиваете вы. Читайте правила. Итак, как на сайте YouTube изменится процедура сбора данных при просмотре детского контента. Что это значит? То есть, сейчас весь мир бурлит о том, что данные должны быть, как бы, там, не афишироваться, нельзя собирать данные, да. Но без этого YouTube не может, и он отчасти собирает данные, чтобы понять, кто смотрит этот контент. Поэтому они заявляют, мы ограничим сбор и использование пользовательских данных в видео, предназначенных для детей. Это означает, что в роликах с такой целевой аудиторией, вне зависимости от того, кто их будет смотреть, перестанет поддерживаться персонализированная реклама. То есть, уже не будет даваться персонализированная реклама, она не будет поддерживаться, то есть, пока будет перестраиваться. Потому что пока YouTube хочет понять, кто смотрит этот ролик и анализировать, там, четыре месяца, ну, там, сто дней, сто двадцать дней, они будут анализировать, кто смотрит контент, который YouTube считает по умолчанию детским. Тем не менее, по-прежнему будет разрешена контекстная реклама, то есть, такая при показе которой не учитываются пользовательские данные. Что сие значит? Мы десять раз говорили, скажу одиннадцатый раз, друзья мои, если вы не зарегистрированы на YouTube, то по умолчанию вас считают восемнадцать плюс, то есть вам, то есть YouTube считает, что вы, возможно, ребенок и поэтому он не учитывает ваши пользовательские данные, потому что вы не залогинены, он не знает, кто смотрит в данный момент ролик. Из тех же соображений, что и в случае с персонализированной рекламой, в контенте для детей могут быть отключены некоторые функции, например, комментарии. Что сие значит? То есть, соответственно, есть ролики и в многих, на многих каналах, и на моем в том числе, на одном из наших каналов, отключили комментарии. Почему? Потому что очень часто авторы делают контент, снимают бабло, а в комментариях трэш. Маты, перематы, угрозы, да, и они не чистят комментарии, поэтому YouTube сначала просил чистить, потом заставлял чистить, а потом просто отключил. Поэтому здесь он тоже предупреждает. В связи со всем сказанным авторы должны будут указывать, предназначен ли контент для детей. Еще раз, в связи со всем сказанным авторы должны будут указывать, предназначен ли контент для детей. Это равносильно, когда вы делаете ролики, там есть реклама, там стоит галочка, есть ли в вашем ролике реклама. Укажите это YouTube. Соответственно, и сейчас вам, как авторам, будут говорить о том, сообщите нам этот контент для детей или нет, чтобы обучить машинный алгоритм. Но, внимание, не стоит показывать галочку, то, что этот контент для детей, если этот контент, ну, наверное, для детей, либо, возможно, тоже подходит детям. И дети тоже, может, любят, как ездят тракторы смотреть, там, да, или, там, бои без правил. Потому что, там, мой сын хочет быть бойцом. Внимательно, вот, с этим делом относитесь. Дальше. Вопрос следующий. Во всех ли странах будут действовать изменения. Эти изменения вводятся в ответ на опасения Федеральной торговой комиссии, то есть, пам-пам-пам, только на США. Ну, то есть Федеральная комиссия распространяется на США, да, но Ютуб не заморачивается. Почему? Потому что он уже грамотный товарищ, который понимает, что если в США его раз, то потом в Европе он это не ведет. Европа опять прилетит с большими штрафами, и поэтому он вводит изменения по всему миру. Такой подход обеспечивает соблюдение не только, да, но и аналогичных законах, принятых в других странах. То есть, они изначально разрабатывают не только для United States, а для всего мира, да, соответственно. Когда автор, внимание, читаем, да, решает, предназначен ли его контент для детей, ему нужно учитывать все применимые юридические обязательства, а также местное законодательство, которое определяет детский возраст. Что сие значит? То есть, вот если перевести на свободный русский язык, это значит, что если вы указали, что этот контент подходит для детей, но он не подходит для детей, тогда все претензии от организаций ложатся на или кладутся на ваши чудесные хрупкие, а может быть и мужественные плечики. Поэтому будьте внимательны, да, потому что у YouTube очень мощные юристы, поверьте, там это все очень здорово. И договор, который, скорее всего, поменяю соглашение о YouTube будет содержать тот пункт, что я не я, хата не моя, а вы будете отвечать. Дальше. Когда нововведения вступят в силу? Пока лишь мы объявили о планах, да, но они считают, что, вернее комиссия дала им четыре месяца на подготовку к изменениям. Что сие значит? То есть это подготовка к изменениям, то есть не бывает так, что завтра детские каналы закрыты, либо там они перенесены, либо там вступили. То есть это, грубо говоря, дает нам, видеоблогерам, владельцам детских каналов, семейных каналов перестроиться, пересмотреть свою политику, убрать какие-то запрещенные ролики, которые не подходят под детский контент с детских каналов или семейных каналов. По каким параметрам будет определяться, что контент на YouTube предназначен для детей? Читаем. Это официальная справка Гугла и YouTube. В творческой студии авторы должны будут сами указывать, относятся ли их ролики к контенту для детей. То есть вы сами, как автор, знаете, подходит ли этот контент для детей. Ну ибо, потому что, возможно, вы рассказываете сказку на ночь, а там ужастики. И пока YouTube не понял, что вы там, ну может быть, вы там такой хитро сделанный перец, который там завуалировал все. Поэтому он просит вас указать, да. И кроме того, мы будем выявлять детские видео при помощи систем машинного обучения. Перевожу на русский. Есть искусственный интеллект, который каждую секунду обучается. Огромная бигдата, огромные мощности. Самая большая, самая дорогая компания Google, YouTube оценен там более чем в триста миллиардов. У них все хорошо с деньгами, поэтому не надо даже пытаться их обмануть. Это поможет находить ролики с детьми, а также посвященные игрушкам, играм и другим детским темам. Если у вас ребенок, мы рекомендуем ему пользоваться приложением YouTube Kids. Потому что в YouTube Kids они уже все почистили. Там реклама для детей. Поверьте, в YouTube Kids, то есть они хотят, я думаю, что они желают перевести детский контент в YouTube Kids. Потому что тогда рекламодателю детских там товаров, детских игрушек будет уже прямо точечная, сегментированная аудитория. Там, не знаю, детские мультики, все что угодно. И уже будет без трэша в рекламе. Потому что я сам не хочу, когда мой ребенок смотрит там детский контент, и там вылазит там, не знаю, струя бобра, условно. Поэтому, где авторы могут найти больше информации по теме? Основные сведения об изменениях, а также материал о том, есть в справочном центре, где мы с вами находимся, да? В течение следующих месяцев мы продолжим публиковать дополнительную информацию. И если у вас возникает вопрос, напишите всегда в справочный центр поддержки. Не нам, а туда, в YouTube сразу. И не Васе Пупкину. Есть вопрос, пишите в YouTube, да? Получайте официальный ответ, потому что у вас может быть индивидуальная ситуация. Сколько блогеров, столько разных ситуаций. Поэтому, ну а мы в свою очередь будем на канале «Школа видеоблогеров», на канале «Как сделать семейный канал», будем вам больше и больше всего это рассказывать. Дальше. В чем особенность приложения YouTube детям? Тоже многие слышали звон, но даже вы поленились, а даже больше установить его. Потому что это не наше, там мало трафика. Ну, YouTube детям это безопасное и простое в использовании приложения с роликами для юных зрителей, да? Предстоящие изменения не коснутся его, а сайта YouTube. То есть есть приложение, где YouTube размещает ролики, которые он уже проверил, они отмоделированы и он точно знает, понимает, да? Что там, возможно, есть детский контент. Но там тоже обучается. Чтобы родители знали о YouTube детям, на сайте при просмотре детского контента будет появляться сообщение. То есть вам предупреждают, что когда будет YouTube считать, что ваш контент детский, то значит у вас появляется сообщение, что есть YouTube Kids и в принципе может быть автор захочет принести его, либо это видео можно смотреть в YouTube Kids. Информация для родителей. Если вы хотите, чтобы ваши дети самостоятельно смотрели видео, советуем пользоваться. Это логично. Что здесь нелогичного? Если вы хотите, чтобы дети играли в песочнице, надо, чтобы они шли в песочницу. Если вы хотите, чтобы дети смотрели YouTube безопасно и им следующий ролик не выступал, допустим, там про то, как выводить грибки на ногах, то нормально все. Что это? Вот этот хайп поднимают те, кто раньше жировал на тех детях, которые смотрели там хайповые видео, там страхи, ужасы, там да. Вот это все уже запрещено и сейчас это все ужимают. Смотрите наше видео год назад, два года назад мы увидели такое, что будет. Это есть, это логично, это процесс, это эволюция YouTube и это нормально. Дальше. Подробная информация о приложении ресурсы для родителей специально здесь. По ссылочке можете перейти, ссылочка будет внизу. Информация для авторов. Ваше видео, вот теперь внимание авторы. Ваше видео может попасть в приложение YouTube детям, только если оно подходит для семейного просмотра. Чтобы определить, так ли это, мы используем автоматические фильтры. Это, к слову, того, что не модераторы смотрят ваше видео и определяют, подходит оно или не подходит. Автоматические фильтры перевожу искусственный интеллект. В России искусственный интеллект – это телевизор, у YouTube это огромное машинное обучение. Поэтому, а также полагаемся на отзывы пользователей. Что сие значит? Я вас неоднократно просил, что если вы видите какой-то в детском контенте какой-то трэш, пишите жалобу. И YouTube очень быстро реагирует и отправляет это видео на проверку уже специалистом. Соответственно, если робот не обучился и не распознал там трэш, то вы нажимаете кнопочку «пожаловаться на видео», это видео отправляется уже специалисту на ручную проверку и он уже применяет санкции. К слову, скажу, что в принципе, если на вас уже стоит черная метка, то снять ее, как в мультике остров сокровища, там черная метка, черная метка, уже пипец. Поэтому в руководстве по созданию контента приложения есть полезная информация о съемке видео интересным как взрослым, так и юным зрителям. То есть читайте правила. Всего доброго, команда YouTube. Переходим на блок, официальный блок, где то же самое, но несколько таким вот витьеватым, грамотным язычком, да? О том, что ответственность наш приоритет номер один на YouTube и нет ничего более важного, чем защита детей и их конфиденциальность. Конфиденциальность. Ну вы поняли. Я думаю, что вы с этим согласны. Ну или нет, тогда напишите в комментариях, если вы не согласны, что, возможно, ваши дети должны быть защищены, а на чужих детях вы хотите делать деньги. Это не получится. Поэтому с ранних дней YouTube стал, был сайтом для людей старше 13 лет. Но с бумом семейного контента, о том о чем я говорю, то есть когда появляется бум семейного контента и появлением общих устройств, что сие значит? То есть на вашем телефоне, у вас есть там телефон, вполне себе вы даете свой телефон ребенку, пока вы там стоите в очереди, либо там едете за рулем, да? Ребенок не отвлекает вас, он смотрит там YouTube, втыкает. Бывает? Бывает. Да? Поэтому это общее устройство и вероятность того, что дети будут смотреть без присмотра, возросла. Логично. Мы тщательно изучили области, которых мы можем сделать больше для решения этой проблемы, основываясь на отзывах родителей, экспертов, регулирующих органов, в том числе на федеральной комиссии, генпрокурор Нью-Йорка там, ну короче все, кто мог, уже дали там свои претензии и уже выкатили штрафы YouTube. Поэтому новые методы обработки данных детского контента. Мы меняем подход, вот этот важный момент, мы меняем подход к обработке данных для детского контента, примерно через четыре месяца мы будем обрабатывать данные о том, кто просматривает детский контент на YouTube, как данные о ребенке, независимо от возраста пользователя. Что это, опять повторю, если вы условно не обозначили там, если вас смотрит незарегистрированный пользователь, то все по умолчанию о ком YouTube не знает, это по умолчанию дети. Он так страхуется, то есть не будет показан уже запрещенный контент, если вы в своих роликах используете матершинные слова там, да, если вы там что-то какие-то оголенные ягодицы показываете, то это все будет относиться в восемнадцать плюс и сразу уходит из алгоритмов YouTube как восемнадцать плюс. Это означает, что мы ограничиваем сбор и используем данных на видео для детей только тем, что необходимо для поддержки работы службы. То есть они минимизируют сбор данных о детях и при этом увеличивают, скажем такой, вилку тех, кого они считают за детей. Раз мы не можем распознать, кто это взрослый или ребенок, то мы по умолчанию думаем, что это ребенок. Пара-бара-бам. Дальше, мы также прекратим полностью показывать персонализированную рекламу этого контента и некоторые функции больше не будут доступны для контента. Чтобы идентифицировать контент, созданный для детей, создатели. Внимание, вот тут важный момент. Вот YouTube он очень хитер и при этом он, вот слово должны и обязаны, это прям такая лампочка. Па-бам. Чтобы идентифицировать контент, созданный для детей, создатели должны будут сообщить нам, когда их контент попадает в эту категорию. А также мы будем использовать машинное обучение, чтобы найти видеоролики, которые явно ориентированы. Улучшение в YouTube Kids. То, что они сделали YouTube Kids еще более крутым, пользуются миллионы. Инвестирование. Ну, теперь самое интересное. То есть YouTube приготовил большой бонус, он приготовил более там 100 миллионов, учредил фонд в 100 миллионов долларов и хочет помочь некоторым авторам. В течение трех лет эти 100 миллионов будут распределены среди авторов и у вас, как и у нас есть шанс получить небольшой кусочек от этого фонда для создания и развития продуманного, смотрите, на создание продуманного оригинального детского контента на YouTube и YouTube Kids по всему миру. Дальше они говорят о том, что тренировка наших компаний, то есть они уже будут тренировать команды, распознавать нарушителей. Поверьте, здесь на вот сейчас, что бы хотел сказать, что на данном этапе очень важно не попасть в жернова, не попасть в жернова машинного обучения. Почему? Потому что разбираться никто не будет и на этом хайпе огромное количество людей будут вам предлагать какие-то консультации, какие-то там, не знаю, помощь, там развитие, там туда-сюда. Думайте только о своем канале. Думайте только о себе как авторе. Не верьте никому, пока не прочитаете и не уточните свои вопросы со справочной службой YouTube. Это вот базис, это аксиома. А я приглашаю вас в наш клуб 100 по 100, где мы разбираем, даем персональные советы и рассказываем о том, как правильно вести семейный канал. И также у нас есть замечательный семейный канал «Как создать семейный канал». Приходите и смотрите. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова